Я не думаю, что в вопросе о территориальных изменениях критерии экономической выгоды и даже политической выгоды являются главными. Я думаю, что здесь главными являются вопросы, связанные с формированием российской нации, с ее единством, с тем, как люди самоопределяются в этом вопросе. И в этом смысле для русских людей, что на территории Российской Федерации в границах до апреля нынешнего года, что в Крыму, у которой до этого момента входил состав Украины, настроения одни и те же. Они чувствуют себя единой российской нацией. И в этом смысле решение этого вопроса логично вытекает из такого самочувствия. Что касается политики, то я думаю, что в политическом смысле это выигрыш. Несмотря на весь тот ворох проблем политических, который возник вокруг воссоединения крымских жителей Крыма с Россией, Россия выиграла. Выиграла потому, что она впервые наглядно после 2008 года продемонстрировала решимость решать международные вопросы, исходя из своих собственных интересов. Что же касается экономических последствий, то любая территория России имеет потенциальные возможности для успешного экономического развития. И Крым здесь не является исключением. Более того, я думаю, что в Крыму эти потенциальные возможности очень благоприятны. Хотя это не отменяет необходимости решения целого ряда проблем, с которыми Крым сталкивается. Это и проблема водоснабжения, и энергетическая, и транспортная. И это потребует затрат, безусловно. Но я надеюсь, что эти проблемы будут решены. И в среднесрочной перспективе Крым станет в достаточной степени процветающим регионом.